Губернатору обратились жители рабочего посёлка Сурская. Мост через реку Кракова в населённом пункте находится в аварийном состоянии. Переправу построили в 1975 году и с тех пор капитальных изменений не было. По отношению к дороге он просил где-то сантиметров на 50. Это очень много, конечно. Этот мост всем нам очень необходим. И поэтому от лица всех жителей нашего района я вас прошу оказать содействие в реконструкции данного мостового перехода. В этом году Минтран займётся разработкой проектно-сметной документации, объявленной торги. А сам ремонт начнут в 2023 году. Для октября месяца, я считаю, нужно сдавать платформу. Прошу доложить тогда. Значит, торги как по ПСД пойдут мне доложить им. И, значит, план начальной работы, план график. Но с таким расчётом можно построить, чтобы сентябрь-октябрь, ну, край октября, чтобы мост был сдан. Жители села Федькино Теренгульского района переживают, что замёрзнут зимой. В населённом пункте поставили газораспределительную станцию. Теперь нужно подключить 290 домов к голубому топливу. Но местные переживают, что работы идут слишком медленно. Глава региона отметил, что будет держать вопрос на контроле. До газификации включена план на этот год. То есть в течение этого года каждому дому будет подведён газ. Ваша задача сейчас – свой бюджет спланировать таким образом, чтобы внутри дома всё было готово. В селе Покровское Целенинского района в июле введут в эксплуатацию новую скважину. Её пробурили в прошлом году. Теперь оформляют документы для получения лицензии на пользование водными ресурсами. Анна Тищенко, Улправда ТВ